МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите программу персональный акцент. Особенности национального информационного пространства. Главная тема сегодняшнего эфира. Но вначале немного истории. Поучительные истории. Правда, весьма поучительные. Вот что надо делать, когда в стране объявлена борьба за информационную безопасность? Правильно. Провести всеобщую фильтрацию, лишить несогласных работы, публично предать анафеме, депортировать или закрыть въезд в страну. Прошерстить газеты и телеканалы. Вести запретные кино и кинодеятели. Но нашей стране это не грозит. Вести цензуру в библиотеках, и театрах. Ну, а еще всегда есть такие простые меры, как допрос или арест. Или... Тут у меня многоточие. Вы думаете, я цитирую какой-нибудь главой из киносценария очередного апокалипсиса или это заметка известного политолога про ту или иную страну? Нет. Это система поиска инакомыслящих, которая была с успехом опробована и даже проведена законом в Соединенных Штатах Америки. Сегодня об этой, прямо скажем, политически грязной истории там не любят вспоминать. А между тем, она началась в такие же холодные дни, 67 лет назад, когда сенатор Маккарти объявил своих сограждан с левыми взглядами врагами американских ценностей. Причины всех бед и проблем послевоенной Америки. Так началась травля инакомысля, период политической реакции, вошедшего в историю под именем маккартизм. И все-таки дело не только в том, что сказал какой-то сенатор в своей речи, а в том, почему общество с таким энтузиазмом открыло эту охоту. Тем более, что история повторяется. И призрак маккартизма уже бродит по Восточной Европе. Об этом и не только. Поговорим с сегодняшним гостем, историком и политологом Борисом Шаповалым. Здравствуйте. Здравствуйте. Я, насколько это было возможно, внимательно смотрел за тем, как проходили парламентские выступления во время обсуждения законопроекта о запрете на показ на телеканалах Молдовы выпусков новостей, аналитических программ и программ военного характера, выпущенных в тех странах, которые не подписали Европейскую конвенцию от разграниченных вещаний. Слушал выступления и заявления представителя парламентской комиссии по СМИ Владимира Хатиняну, человека, чья биография, как и большая часть его жизни, вполне успешно сложилась благодаря педагогам и наставникам в стране, язык которой этому депутату вдруг стал как-то, в общем-то, некомфортен, нелицеприятен. Вот отчего такой спешный отказ от прошлого? Вот на ваш взгляд, неужели то будущее, которое им видится, оно готово простить это или готово принять или стоит таких жертв? Ну, ответ, наверное, можно очень коротко сказать, очень просто. Когда боятся правды, правду запрещают. Вот это однозначно. Почему? Потому что я рассматриваю вот этот закон, это уже не законопроект, закон, который принял парламент, как, ну, его все называют, как борьба с российской пропагандой. Да, почему? Потому что, если разобраться, то он фактически направлен только против информационных программ Российской Федерации, потому что других государств, да, которые бы, ну, могли бы чисто юридически сюда присягнуть, мы не можем. Соединенные Штаты, они спокойно будут вещать на нашу территорию. Канада, Европейский Союз и так далее. А получается, что за кадром остаются передачи на русском языке. Но какие передачи? Понимаете, передачи, прежде всего, информационного плана. Вот мы говорим о праве человека на информацию, о праве человека на свободу слова, на свободу выражения своего мнения. Это конституционные права, которые есть в нашей Конституции. Это права, которые являются основополагающими правами всеобщей декларации прав человека. Кстати, в воскресенье, 10 декабря, будем отвечать очередную годовщину принятия этой декларации. Ну, наверное, молдавский парламент, то есть молдавское парламентское большинство в честь вот очередной годовщины этой декларации решило расправиться со свободой слова в Республике Молдова. Это действительно покушение на свободу слова. Почему? Потому что, наверное, эта информация в какой-то степени не устраивает с одной стороны, то есть запрещают, опять-таки, то, чего боятся. Точно так же, как эти процессы происходят сегодня в Соединенных Штатах Америки. Россия сегодня, да, этот телеканал там пытаются ущемить, объявили его иностранным агентом, потом информационное агентство «Спутник». А почему? Потому что там все сегодня лучшие кадры, причем американцы сами работают на этих каналах, на информационных ресурсах Российской Федерации, причем очень хорошие кадры. Одни говорят правду. У них другая точка зрения появилась, наконец, в Соединенных Штатах Америки. Они говорят, вот у нас нет государственного телевидения, поэтому мы не считаем это пропагандой. Какая разница, кому это принадлежит? Частному человеку эти телеканалы, как у нас в Молдове, да, пять телеканалов или сколько, лидеру демократической партии принадлежат, да, или они принадлежат государству. Но я не беру там телевидение «Молдова-1», да, по сравнению с той телевизионной империей, которая на сегодняшний день контролируется Владом Плохотнюком. Без разницы, кто формирует эту информационную политику. Главное, то, о чем они говорят. И поэтому то, что наш парламент принял, ну вот смотрите, они нам разрешают смотреть танцы, они нам разрешают смотреть там спортивные, развлекательные программы, но они нам запрещают смотреть правду о том, что происходит в нашей республике. Ну и не только в нашей республике. Ну да, и в целом в мире. Ну почему я так это расцениваю? Потому что если я не могу включить альтернативную точку зрения, если меня лишают права депутаты нашего парламента, права переключать кнопки на телеэкране, ну запретите тогда вообще эти российские телеканалы, не лицемерьте, вы боретесь с Российской Федерацией. Вот это вторая причина. То есть первая причина это то, что боятся правды, скрывают ее и поэтому не нужны альтернативные источники информации. А вторая причина это та русофобия, которая у нас сегодня стала официальной государственной политикой со стороны правительства и парламентского большинства. Вот сегодня, ну не сегодня, вот как раз в эти дни проходил и проходит визит нашего председателя парламента Канду, лидера демократов Плохотнюка, где они были там, в Европе, в Лиссабоне, в Вашингтоне встречаются там с какими-то сенаторами третьесортными и так далее. Но сама картинка говорит о том, что вот у них сегодня другой задачи, как бороться с Российской Федерацией больше нет. И с чем они борются? Они борются с закрытием именно информации о том, что происходит у нас в республике. Они пытаются обострить опять отношения между Российской Федерацией, Республикой Молдовы, которые пытаются опять-таки, ну и довольно-таки успешно, слава Богу, восстановить наш президент Игорь Николаевич Дадон в течение всего 2017 года. То есть это вот такие какие-то мелкие провокации, которые направлены с одной стороны на формирование только своего удобного информационного поля, а с другой стороны вытеснения, скажем так, всего российского, русского и так далее. Это вот второй аспект. Но меня, как все-таки политолога, человека, который занимается анализом политических процессов, волнует другое, что последует дальше. Ну вот смотрите, вас, по-моему, ваш телеканал оштрафовал на определенную сумму, но координационный совет, если я не ошибаюсь, за использование слова Кишинев на русском языке. Но я русский человек, я говорил и буду говорить на своем родном языке. На моем русском языке это Кишинев, на моем родном языке это Лондон, это Париж и никак не по-другому. Поэтому, когда меня, ну, мне неудобно сказать, да, представители другой нации, а в данном случае, наверное, граждане вообще соседнего государства Румынии будут учить правилам русского языка, как не разговаривать. Вас оштрафовали. Но потом вам опять-таки вы что-нибудь там, правду какую-нибудь скажете, да, вас в очередной раз оштрафуют. А потом, не дай бог, конечно, могут лишить лицензии, как телеканал НИД, как эти у нас вот примеры были. Поэтому я считаю, что это вообще долговременная вот такая, очень нехорошая, скажем так, ну, я бы даже не сказал тенденция, это уже открытые действия, да, по зачистке информационного пространства в Республике Молдова перед предстоящими парламентскими выборами, которые состоятся осенью 2018 года. Вот смотрите, пару раз штрафанут, российские телеканалы информацию не дают, молдавские телеканалы, они находятся под полным влиянием демократической партии, во всяком случае, ее хозяина, которые будут формировать это информационное пространство, будут рассказывать здесь сказки, какие у них успехи европейской интеграции, какие страшные эти русские, которые у нас сотнями тысяч тонн покупают яблоки и фрукты, да, ну, в результате, вот. А потом, если один телеканал, второй телеканал оппозиционный будут проводить свою самостоятельную политику, да, как это принято в демократическом обществе, можно лишить и лицензии перед выборами. Вот цель, задача принятия этого закона, да, сначала сделать, как бы, ну, скажем, что мы запрещаем иностранную пропаганду, что это какая-то гибридная война, и вот со стороны какого-то государства, да, вот. А с другой стороны, потом зачистить свой внутренний рынок. Это цензура, это открытая цензура, когда, это не принято сегодня ни в одной европейской стране так поступать, потому что, я еще раз говорил, свобода слова, свобода человека на выражение своего мнения, свобода человека на информацию, да, это права, которые записаны во всеобщей декларации прав человека. И отменить это, ну, да, возможно, цензура существует в государствах с авторитарными режимами, цензура существовала всегда в государствах с авторитарными, тоталитарными режимами, фашистскими режимами. Вот, исходя из того, что у нас сегодня происходит в этом, в плане борьбы с объективным информационным пространством, я могу сделать вывод, что у нас уже или сформировано авторитарное государство, или мы идем к полному тоталитаризму, потому что сегодня одна партия пытается нам говорить, вот мы решили, и так и будет, да, вот ее лидеры, там, пресс-секретарь выступает, опять-таки, я говорю о демократической партии, но мы, по-моему, это уже проходили в Советском Союзе, статья 6 Конституции, помните, Советского Союза, о руководящей, направляющей роли коммунистической партии Советского Союза. У нас сегодня получилась, в кавычках, демократическая партия. Ну, я не понимаю, вот они внесли законопроект, ну, я честно говорю, не понимаю, на каком основании они называются демократами. Демократическая партия, которая запрещает свободу слова. Ну, это, наверное, нонсенс. Вы знаете, мне, как человеку из недр журналистского цеха, вот то, что происходит вокруг этого закона, ну, обрисовывается все одним словом, такое, или там, словосочетанием апоге лицемерия. Почему? Ну, с одной стороны, ведь, смотрите, тут чистая психология. Мы, как правило, это уже психологами доказано, аксиомами, мы, как правило, избегаем тех, кому делаем неприятности. Ну, вот в данном случае, смотрите, все, что связано с Российской Федерацией. Дальше. Лицемерие в отношении того, кто и как это продвигает. Опять же, демократы. Демократии никак тут не назовешь. Не пахнет, да. Опять же, кто читал с трибуны, так сказать, этот проект? Человек, который не так давно... Сергей Сырбов? Да, не так давно... Он же выступал же, я же помню, его три или четыре года НИД зачинял. Выступал телеканал НИД, закрытие которого тоже для меня лично, к человеку, проработавшему 10 лет жизни этому телеканалу, для меня то, что с ним случилось, это тоже был апогей лицемерия, как со стороны тех, кто закрывал, так и со стороны тех, кто якобы защищал этот телеканал. Кто платит деньги, тот, наверное, заказывает музыку, я так понимаю. Здесь такой апогей лицемерия. И в то же время, смотрите, это все равно действие, действие, которое должно встретить противодействие. Вот на ваш взгляд, чем нам всем это может аукнуться? Вот этот запрет, вот чем обернется этот запрет? Вот это такой избирательный подход к формированию информационного пространства в Республике Молдова. Ну, это вопрос очень сложный, почему? Потому что то, что у нас происходит, это специфические процессы в Республике. С одной стороны, масса людей, они просто ехидно так посмеиваются, ну и говорят, ну запрещайте, запрещайте. Ребята, вы вообще, наверное, совсем сумасшедшие. Мы живем в 21 веке. В стране скоростного интернета. Да, скоростной интернет. Причем Молдова считается одной из стран в мире, да, я не помню, там какие-то лидеры. Это действительно так. Мы с вами сейчас накаркаем, и мы знаем, что рубильник может сделать так, что у нас будет не самый скоростной интернет. Нет, ну остается тогда выключить свет только. То есть есть Северная Корея какая-то? Ну да. Нет, вы знаете, по тем решениям, которые принимаются, да, Северная Корея еще хуже. Поэтому здесь что может быть? Ну, во-первых, 21 век, век интернета. Вот, допустим, нас сегодня можно смотреть в интернете спокойно, да, не обязательно по телевизору. Во-вторых, вы знаете, я очень часто езжу по республике, по большому счету. Вот на что они рассчитывают, запрещая российские информационные программы, я не понимаю. Во многих районах можно смотреть только телевидение Молдова-1. Это я на полном серьезе. Ну а там у нас сплошная уверенность. Все, да, ну а там, да, своя специфика. Вот, то есть это население как бы не пострадает. Ну, я понимаю, что в любом случае придется усилить, наверное, какую-то информационную работу конкретно с населением. Я смотрю, что не случайно, наверное, партия социалистов развернула вот эту кампанию, которая связана с тем, что было бы хорошо, чтобы у нас была президентская республика и так далее. Но люди поставили перед собой цель собрать полтора миллиона подписей избирателей, да, вот под этой идеей. То есть речь не идет о референдуме, да, как это пытаются там преподнести правые идеологи, вот. А речь идет просто о работе с людьми, о разъяснительной работе и так далее. Вот это, вот та, наверное, есть агитационно-пропагандистская работа, которая и должна проводиться с людьми. Но мы же привыкли в век научно-технического прогресса включить зомбоящик, посмотреть там вот информацию. А когда ты переключаешь каналы и на всех пяти каналах или десяти каналах у тебя идет одна и та же новость, сформированная в одном новостном центре, да, то зачем тогда эти пять-десять каналов? В конце концов, такой информации и точник будет. Ну, в любом случае, я считаю, что здоровым нормальным силам, демократическим силам, настоящим демократическим силам нашего общества нужно обращаться в международные структуры, нужно писать, звонить и ехать в организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе. Есть там европейский комиссар, насколько я знаю, который занимается этими проблемами. Надо ставить вопрос о том, что в Республике Молдова конкретно нарушаются фундаментальные права, не просто гражданина, а человеческие права, понимаете? Вот об этом надо прямо и говорить, что у нас сегодня якобы под демократическим процессом идет, ну, просто, ну, я бы сказал бы, в стиле Геббельса вот такая вот зачистка информационного пространства. Мягко говоря, можно, наверное, применить такой термин, то есть народ Молдовы хотят посадить на информационную диету, выхолостить, потому что понятно, что информация это пища для ума. Да, конечно, для умных людей, да, он включил один, то есть второй, третий, потому что когда включаешь, вот я не буду называть другие эти телеканалы, да, вот, наверное, это не совсем и этично будет, но, знаете, но когда включаешь и получаешь вот один информационный блок, а потом приходишь домой, садишься и думаешь, или ты в стране дураков живешь, или еще где-то, вот рассказывают о перспективах европейской интеграции, о том, что у нас будет рост экономики на 4%, будет, да, а потом посчитают в марте, кажется, ну, как обычно получилось 0,5%, да, вот, мы это уже проходили не один раз, то есть нам сначала рассказывают какие-то сказки, а потом итог оказывается другим, а я знаю другую правду, потому что я общаюсь со многими людьми, со специалистами, экономистами и так далее, но вот сколько, 8 или 9 лет уже этого проевропейского правления, и когда бюджет обсуждали на прошлой неделе, или вот, ну, дней 10 назад, да, на 2018 год и на перспективу, мы просто взяли эти цифры и сравнили, ну, посмотрите, планируется, что к 2020 году размер экономики Молдовы будет приблизительно, ну, составит 80% от объема 1989 года. Где эти миллиарды европейской, да, где эти миллиарды европейской помощи, где эти гранты, где вот эти их планы Международного валютного фонда, Всемирного банка и все остальное, мы еще не планируем только на 80% выйти к 2020 году. Мы же существуем в эпоху потребительских кредитов, вот там в случае даже вся помощь, которая нам выделялась, она уходила на проедание и не, я думаю, что именно с подачей тех же, так сказать, грандодателей или кредитодателей. Вы знаете, вы затронули очень интересную вещь, как раз вот опять-таки цифры этого нашего бюджета, значит, если в 2014 году до подписания вот этого провального соглашения об ассоциации свободной торговли с Европейским Союзом, значит, доля грантов в этой европейской иностранной помощи Республике Молдова составляла 65%, ну, то есть остальное были кредиты. Там 2015-2016 год цифры очень резко упали, с 2016 год до 18%, а на 2018 год, если я не ошибаюсь, 27 или 28%. То есть европейцы сами прекрасно видят, что это все разворовывается, результата это не приносит, поэтому нате, ребята, берите кредиты, которые вам, вы должны нам отдавать. Вот точка, да, с грантами мы как-то заканчиваем. И перед нами не парятся, чем будем рассчитываться? А зачем им? Они прекрасно знают, они взяли наш рынок, завоевали, мы подписали это драконовское соглашение об ассоциации с Европейским Союзом, мы потеряли из-за этого практически рынок Российской Федерации. Где зарабатывали немалые деньги. Да, где зарабатывали немалые деньги. Ну, вот смотрите, я просто вот на вскидку цифру, я, как говорится, тут, я не знал, что разговор зайдет в эту сторону, но если объективно расценивать эти вопросы, то здесь достаточно привести. Вот то, что было в 2016 году, берем за, образно говоря, за ноль, да, и вот Игорь Дадон начал свое президентство формально с января уже фактически 2017 года. И вот заканчивается этот год 2017, что мы видим? Мы видим восстановление торгово-экономических отношений с Российской Федерации, мы видим то, что наша молдавская алкогольная продукция, ее экспорт в Российскую Федерацию увеличился на 50%. Мы видим то, что мы в 2017 году отправили в Европейский Союз, вот они хвалятся этим соглашением, приблизительно 300-400 тонн, 300-400 тонн там фруктов, овощей, яблок, в то время, как в Российскую Федерацию отправили 195 тысяч тонн фруктов, яблок и овощей. Вот он результат. Один год. И вот еще до конца, да, и вот то, что сделал президент. У меня возникает вопрос, наверное, вот эта вся русофобская политика, почему направлена против Российской Федерации, против Игоря Додона в данной ситуации, партии социалистов. Потому что есть реальные дела. Люди увидели эти реальные дела. Ведь это не просто 195 тысяч тонн фруктов и овощей. Это сохраненные, созданные новые рабочие места, да, это отчисления в бюджет, о котором Павел Филипп выходит, бьет себя кулаком в грудь и говорит, вот у нас увеличились поступления в бюджет. Подождите, а почему они увеличились? Вы говорите до конца. Они увеличились за то, за счет того, что практически восстановлены торговые отношения с основным, нашим вековым партнером с Российской Федерацией. Это заслуга правительства Павла Филиппа? Нет, это не заслуга правительства Павла Филиппа. Уже он, видите, представители Евразийского экономического союза, вот Воловая у нас приезжала, да, очень большой известный мировой специалист. Она говорит, мы обращаемся к правительству, мы говорим, ну давайте, есть вопросы, которые технические, еще какие-то, надо согласовывать на уровне правительства. С нами целый год никто из правительства не работает, не говорит. Они себе повысылали в мае наших российских, ну и наших, я говорю, этих, российских дипломатов, выслали вице-премьера, ну не выслали, не пустили его, объявили персоной Нотграда, тот, который и отвечает за наше экономическое сотрудничество. А теперь с кем они, ну они ждут, что, наверное, Владимир Путин им кого-то поменяет в честь их. Да, нет, ребят, приезжайте, работайте, как вы хотели. Командировки своим работникам министерства и ведомств Российской Федерации запретили. Я это, ну в 2011 году эти же самые демократическая партия и все, кто вокруг нее, они сами же подписали договор о партнерстве и сотрудничестве с Российской Федерацией продлили. То есть в документах одно, а реально получается другое. Вот это лицемерие, ну я бы даже сказал, какая-то подлость по отношению к своим традиционному партнеру, к своим людям, с которыми ты всегда был в дружеских отношениях, я этого не понимаю. То есть право здесь наш президент, который говорит, что наши вот эти вот правители, которые находятся у власти, я имею в виду парламентское большинство правительства, они выполняют чей-то иностранный заказ, они выполняют какую-то команду, поэтому и НАТО у нас лезет сюда, поэтому масса-масса каких-то проблем и вопросов возникает. То есть то, что сегодня сделано по отношению к Российской Федерации, те положительные громаднейшие результаты, которые есть на сегодняшний момент, это вопреки деятельности правительства. Вы знаете, я, наверное, вот первый раз воспользуюсь вот такой возможностью, да, там иногда говорят, ты помнишь, почему ты там привет не передаешь, как другие передачи, да, пользуясь случаем, вы знаете, я общаюсь опять-таки со многими людьми, и вот очень благодарная аудитория нашей учителя, педагоги, они говорят, Борис Андреевич, ну скажи хоть один раз, говорит, в нашу защиту что-нибудь, говорит, потому что то, что у нас происходит, это невозможно. Ну посмотрите, вроде бы поднялись 1 сентября там зарплату, но это смешно, на 10%, то есть если человек получает 2000 лей зарплаты, то это на 200 лей. Средняя зарплата 3000 или 3100 по республике, из школ люди бегут, воют, то, что происходит в сельской местности, это вообще уму непостижимо, в педагогические вузы, по-моему, уже 3 или 4 года, они вообще не закрывают прием на государственные бюджетные места, это трагедия. Посмотрите, что происходит у нас в здравоохранении, после того, как Румыния недавно, тоже несколько недель тому назад, они приняли закон о том, что они признают иностранные дипломы о медицинском образовании. У меня много друзей, врачей, они мне говорят, причем это очень серьезные хирурги, врачи, специалисты высшей категории, доктора наук, они говорят, Боря, мы пакуем чемоданы, если государство к нам относится наплевательски, если к нам ничего не делается, говорит, только сплошные разговоры, говорит, я, говорит, человек, я хочу жить там, где мне хорошо, там, где я могу обеспечить своих детей. Вот это трагедия сегодня нашего государства. Я сегодня просматривал, опять-таки, не буду называть фамилию, наверное, мой коллега, политолог, тоже такой же доктор наук, но он сказал очень такую фразу, что беда нас, молдаван, в том, что мы знаем русский язык и поэтому вот эта российская пропаганда сейчас нам мешает жить. Вы понимаете, ему мешает жить российская пропаганда. Не безмозглость наших правителей, не беспомощность решить социальные вопросы и насущные проблемы жителей мешает ему. Не то, что у нас нет финансирования, не то, что нет инвестиций и никто не хочет общаться вот с теми руководителями, которые украли этот миллиард из нашего народного кармана. Вот не это мешает, оказывается, а ему мешает то, что молдаване знают русский язык. Но договориться до такого абсурда, я не знаю. По поводу абсурда хотел бы продолжить или такую ремарку сделать. Я вчера слушал внимательно выступление спикера молдавского парламента Дриана Канду в Вашингтоне. Одной из его мыслей, которая содержалась в этом докладе, была следующей, что европейскому пути Молдовы сегодня угрожает наличие президента, пророссийского президента Игоря Дадона, перспектива получения большинства голосов в парламенте партии социалистов и вот он там бьет в набат. То есть получается противостояние разграблению страны, противостояние разобщению страны, противостояние вот в развитию новых или восстановлению старых экономических связей. Вот то есть вот все это, то что делает сегодня партия социалистов Игорь Николаевич Дадон, то что нельзя не учитывать как идущая во благо Молдове, вот это оказывается угрожает сегодня Молдове. То есть Молдове не угрожают растущие тарифы, беспредел в энергосекторе, беспредел в коррупции, в системе образования, в Минздраве и так далее. Все здесь у нас нормально, мы все это победили, переболели, у нас в экономике вообще все шикарно. Вот осталось только вот это. Представляете? Вячеслав, вы затронули очень интересную тему. Можно я отвечу следующим образом? Может господин Канду услышит эти слова? Передадут, может. Да, может какие-то выводы сделает или там помощники какие-то подскажут. У уважаемого, ну он так наверное себя считает, господина Канду по последнему опросу барометра общественного мнения, ему доверяют 1,1%. Ну это цена его слов. Нет, вот это цена его заявления. Филиппу, по-моему, там доверяют порядка 4,3%, но учитывая, что он все-таки исполнительная власть, более-менее что-то решает, в отличие от председателя парламента, который только говорит и занимается распространением русофобии. Понимаете? А рейтинг президента, если я не ошибаюсь по этому опросу, 52,5%. Вот и весь ответ на слова господина Канду, с кем и с чем он борется. То есть рейтинг действующего президента 52,5%. А теперь, Вячеслав, давайте мы вспомним, с каким счетом победил на президентских выборах 13 ноября 2016 года президент Игорь Дадон, 52,4%. То есть несмотря на те нападки, которые предпринимаются к нему со стороны парламентского большинства и правительства, несмотря на то, что его полномочия ограничивают на каждом шагу, несмотря на то, что наш концонный суд, состоящий из шести граждан соседнего государства, принял вообще уникальное неюридическое решение лишать президента на какой-то час, на какую-то подпись, потому что он не хочет утвердить кандидатуру неквалифицированного человека на министра. Это вообще нонсенс. Вы понимаете, при всем при этом у президента Дадона 52,5%. Вот что думает народ Республики Молдова. Это реально. И это мы еще не стоим накануне какой-то выборной кампании. Это та реальность, это та правда, которая есть. Ну а теперь давайте все-таки по большому счету посмотрите на то, как работает президент. Он же постоянно перемещается. Он в течение месяца несколько раз выезжает в районы, встречается с людьми. Причем в разные районы, на юг, на север. Вот я смотрел последних несколько репортажов, кстати, у вас на телеканале, вот он на севере был, детские садики посетил, те, которые оказывали помощь. В Саровском и Штубежском районе. Да, ведь он осуществляет, помимо того, что решены многие вопросы по отношениям с Российской Федерацией, то, что восстановилось торгово-экономическое сотрудничество. Миграционные те проблемы, более 150 тысяч наших граждан в России воспользуются. Помимо этого, ведь у него есть ряд серьезных социальных программ. Это вот те же детские садики, сколько их у нас, по-моему, 1400 в республике. Из них вот 200 садиков в этом году уже получили помощь от этого президентского фонда. Где-то ремонт помогли сделать, где-то оборудование, где-то инвентарь, где-то кроватки. Для сел это очень значимая такая помощь. И планируется, что до конца мандата президент сказал, я помогу каждому детскому садику у нас в стране. Это хорошо. Его проект строительства 300 спортивных комплексов. Да, на период своего мандата из них вот 10 появятся в самых крупных населенных селах до конца этого года. А, насколько я знаю, 100 планируется построить в 2018 году. Это каждый третий населенный пункт Молдовы будет иметь нормальный функциональный спортивный комплекс. А это что? Это и стадион, это баскетбольная площадка, это волейбольная площадка, это тренажерный комплекс. Для сел это громадные вещи. 10 тысяч детей к 1 сентября начальных классов получили эти школьные принадлежности, подарки. 20 тысяч пенсионеров к дню пожилого человека в октябре. 20 тысяч. То есть можно загибать пальцы, перегибать, что делает президент и каковы результаты. А вот я хотел бы, чтобы 2017 год закончился и вышел там господин Филипп и господин Канду и вот так конкретно по пальцам сказали. По пальцам они будут читать свои декларации, потому что много сказано. Вот поэтому и русофобия, вот поэтому и запрет информационных программ. Смотрите эти балалайки, танцы. Я полагаю, что вот сегодня... О серьезных вопросах мы говорить не будем. Вы будете знать то, что мы вам разрешим. Вот это страшно. Это не демократия. Это не демократия однозначно. Это уже формирование какого-то тоталитарного режима. А дальше, как вы говорили в своем вступительном слове, да, до макартизма нам очень близко осталось. Хотя у нас... Осталось найти подходящего сенатора. Мне кажется, их там хватает. Там даже конкурс будет. Кто из них больше макарти, чем сам макарти. Да, Маккейна возьмите. Он внесет законопроект. Он русских любит за то, что они его сбили во Вьетнаме, когда он напалмом сжигал эти вьетнамские деревни и людей уничтожал. Вот он обязательно это все сделать. Я так полагаю, что вот события последние, а именно открытие офиса НАТО, вот очень стройно укладывается в сегодняшнюю политику власть придержащих. Мы почему-то перестали заботиться о пенсионерах, перестали думать о том, как облегчить жизнь тех людей, кто построил эту страну, кто оставил это наследство, которое сегодня так дружно грабит уже второй десяток лет все, кто приходит к власти. И вот офис НАТО нам так необходим. Вот насколько это все-таки шаг, который противоречит реальному положению вещей, а я имею в виду результаты опроса. Ведь там цифры говорят другое. Мы идем не в ту сторону, не в ту страну. Ну да, там более 60% против НАТО. Конечно, да. А мы, власть вот здесь, смотрите, чуть ли не стройно. Сегодня премьер-министр поздравлял с открытием этого офиса в центре Молдавской столицы представителей Североатлантического альянса. Я думаю, что это все, в общем-то, не столько необходимо Молдове, сколько необходимо самому НАТО. Но опять же, с точки зрения, знаете, на карте так застолбить какой-то себе там... Здравый смысл хотите найти? Да. Вот хотел бы найти. Хорошо. Вы знаете, наверное, я отвечу на ваш вопрос следующим образом. Скажите мне, пожалуйста, а вот помощь и вмешательство НАТО, скажем так, улучшила ли демократию и жизнь людей в Ливии, которую они разбомбили? Улучшила ли демократию и жизнь людей в Сирию? Слава Богу, Российская Федерация защитила от международного терроризма эту страну. Мы знаем, на этой неделе тоже приятная новость прошла, да, что освобожден последний населенный сирийский пункт, откуда выбили идиловцев. Только на секунду отмечу, у нас ведь на канале тоже есть, будем говорить, разные политические, так сказать, адепты. И не так давно прошел спор о том, что произошло в Сирии. Вот просто хочу позволить, да, позволить воспользоваться случаем, сказать, чтобы не повторять это много раз. Дело в том, что Россия находилась в Сирии, насколько нам всем известно, на легитимной основе. Вот что там делают Соединенные Штаты, вопрос остается открытым. Они вмешиваются во внутренние дела, причем нагло, невзирая на все международное право и законодательство. Их туда никто не звал, миротворческой операции под эгидой Организации Объединенных Наций нет, они конкретные захватчики, они конкретные, ну, государство-агрессор. Однозначно, и об этом надо прямо говорить. Так вот, скажите мне, пожалуйста, кому НАТО помогло из Соединенных Штатов Америки в Афганистане, в Ираке, который они разбомбили, там что, сегодня что-то улучшилось, нет, там опять вот война идет, ИГИЛ появился и так далее. Югославию разбомбили, разделили на 5-6 государств и так далее. Кому НАТО помогло вообще в чем? Вот главный вопрос. А там рассказки, что они там уничтожили 4 тонны пестицидов 20 лет тому назад на нашей территории. Не надо рассказывать эти сказки. У нас нет уже ни пестицидов, ни сельского хозяйства, ни всего остального. А теперь еще один вопрос. Вместе с пестицидами. Вот, Вячеслав, вот как раз вот о пропаганде, о нечистоплотности и лицемерии наших властей и вот того их информационного окружения, некоторых наших политологов, так и телеведущих, да? У них сегодня фишка. Они говорят, а что мы возникаем против НАТО? Вон, смотрите, в России тоже есть офис НАТО. Но это же лицемерие, это неправда. Нельзя Россию сравнивать с Молдовой. Дело в том, что офис НАТО появился в России в конце 80-х, начале 90-х годов. Потому что НАТО рассматривала Россию и Россия рассматривала НАТО как основного противника, потенциального врага, с которым может быть война. И этот офис НАТО в Российской Федерации в Москве открыли для решения таких вот срочных вопросов. Ой, ребята, какие там учения, что-то случилось, вы там что замыслили, чтобы мы сообразили. Вот для чего офис НАТО в России. Потому что Россия – это, извините, мировая ядерная держава, это космическая держава, это вторая армия мира после Соединенных Штатов в Америке. То есть здесь контакты НАТО и России, они вполне понятны. Скажите мне, пожалуйста, что сегодня представляет Республика Молдова? Какую угрозу она несет Европе? Какую угрозу она представляет для НАТО? Вот эти 6 тысяч голодных, бедных детей, которых наше государство не может содержать, да? Еще ими управляют министры, там, я не знаю, кто там, дерматологи, гинекологи, тут еще один финансист придет, ну, наверное, там еще что-то осталось, еще не продали, не раскупили. Но это же, это уму непостижимо. То есть нам эта организация абсолютно не нужна. Понятно, для чего это делается. Это делается для того, чтобы появилась еще одна организация внутри страны, международного уровня, которая бы говорила, ой, давайте выведем российских миротворцев. Ой, давайте мы как-нибудь сделаем и вот их заменим, и будет вот это единственная цель, для чего это делается, для того, чтобы подбить, вот подогнать эту базу. Теперь следующее. Посмотрите, вот я очень хорошо знаю все-таки историю, это моя первая профессия. Вот посмотрите, все политические процессы, которые происходило, вот везде, куда пришло НАТО, да, опять все эти территории стали активно враждебными против Российской Федерации. Вот ларчик просто закрывается, да. Вот мы сначала вам ограничим информацию, потом мы зачистим ваше информационное пространство здесь внутри. И предоставим вам новую идеологию. А потом придут международные полицейские, которые вообще будут вами управлять и, извините, уничтожать вот это население и так далее. Давайте об этом говорить прямо так, как оно есть. Поэтому я абсолютно не представляю, зачем нам это НАТО. Это просто говорят гражданские лица. Какая разница, он в гражданском костюме или в военном выполняет свою функцию, если он полковник разведки или там еще кто-нибудь. будет. Ну а кто сюда поедет? НАТО. Ну, явно не из армии спасения. Ну, вот подвести итог нашей беседы, я думаю, что можно и одновременно сложно, потому что тема в развитии и чем всем это аукнется нам с вами этот подарок к новогоднему столу, которого сейчас в декабре мы наблюдаем, и вот этот новый закон, и открытие офиса НАТО, и вот такая поспешность во всем этом, которая синхронизирована с визитом демократов в Вашингтон, она, ну, знаете, наталкивается на мысль. Ну, если мы портовали, да, вот мы хорошие буржуинцы, дайте нам пачку печенья и банку варенье. Помните? Даже в странах Балтии, вы знаете, как-то запреты или вот борьба с российской пропагандой проходила как-то иначе. Ведь, смотрите, например, в Литве предпринимался такой шаг, ну, бесплатными каналы были местного производства, платные были, ну, хотите получать новые точки зрения, делались платными. Они тогда еще стеснялись, стеснялись. А сейчас уже, мне кажется, лицемерие, возведенное в ранг бесстыдства, в ранг, как бы, в общем-то, главной государствообразующей идеологии. И вот здесь страшно получается, что общество уже готово потреблять вот такой политический ресурс. Мало то, что наплодили таких политиков, теперь еще с ними, получается, чуть ли не синхронизируем свои действия. Вот в этом страх. Единственное, что радует, результаты опроса. И очень бы хотелось, чтобы в этих, в следующих, последующих опросах, вот, доля здравого смысла увеличивалась, потому что только так, возможно, наверное, можно подготовить основы для изменения в нашей стране в лучшую сторону. Солидарен с вами полностью. Спасибо вам за этот разговор. Продолжим беседы в следующих наших эфирах. Всего доброго вам. Спасибо. Всего доброго. Вы смотрели программу «Персональный акцент». У нас в гостях был историк и политолог Борис Шаповалов. Оставайтесь с нами, мы работаем для вас. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 А.Семкин Корректор А.Егорова